Здравствуйте, информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Жильцы дома номер 4 по улице Глушко, вернувшись накануне домой, испытали шок. Из-за сильного шквалистого ветра их панорамный балкон практически начисто лишился красивого витража. Впрочем, сами жители утверждают, что их новый дом, сданный по программе социальной ипотеки в этом году, красив только снаружи, а на самом деле опасен для жизни и здоровья. Когда к месту подъехала оперативно-следственная группа полиции, во дворе уже собрались жильцы, которые, несмотря на неординарный случай, вовсе не выглядели удивленными. Оказалось, что все эти люди уже давно ждали чего-то подобного. И то, что их витражи рано или поздно начнут слетать, для них было очевидно, а вот для чиновников нет. Вчера только были на приеме у Кудряшова, это начальник инспекции строительного надзора, и предупреждали как раз о том, что у нас могут рухнуть витражи, то есть нас ветром вырывают витражи. Нам сказали, ну, вызывайте экспертизу платную. Свой благополучный с виду дом жильцы, по их рассказам, отвоевывали буквально по частям. Строили то одни, то другие. В итоге и качество соответствующее, и ответственных теперь найти сложно. КДСК застраивал этот дом, закачивай, жить. Теперь, судя по всему, застройщики будут перекладывать ответственность друг на друга, быть назначенным за новый разрушающийся дом никому не хочется. Сейчас директор фирмы приедет, который монтировался. А, ну, то есть это какой-то другой подрядчик уже монтировал, да? Они и будут, соответственно, разбираться. Да. А на ваш взгляд такая конструкция, она как, надежная, нет? Нет? Восполком писали, президенту писали, строительных фирм писали. Мы говорим, вы дождетесь, потому что, не дай бог, будут человеческие жертвы. Жертвы, кстати, могли быть и в этот раз. Только по чистой случайности в тот момент, когда с высоты 17-го этажа рухнули стеклопакеты, внизу не оказалось ни людей, ни машин. И такая бомбардировка может продолжиться в любой момент. Вот они сами шатаются, вот они все шатаются. Даже, я не знаю, даже вот ребенок, что ли, может вот толкнуть, они все. И вот когда ветер, а вот происходит вот такой звук. Они все забежат, короче. Стеклопакеты и вправду держатся, что называется, на честном слове. И выпасть следующий может с любого другого этажа. Об этом больше всего и беспокоятся жильцы, уже не замечая ни текущих на балконах потолков, ни трещин в подъездах или лифтовых шахтах. Здесь, на 21-м этаже, высота такая, что при взгляде вниз дух захватывает. И когда подумаешь о том, что ты можешь находиться на этом балконе в тот момент, когда ветер выдирает из него витраж, становится совсем уж не по себе. При мысли о том, чем это может закончиться, воображение рисует самые печальные картины. В семье, которая проживает в квартире лишившейся витража, например, есть маленький ребенок. Если бы он находился на балконе в момент разрушения, все могло закончиться трагедией. Но пока переписка по этому поводу ни к чему конкретно не привела. У жильцов одна надежда. Наглядней примера, какая опасность грозит всем, уже не придумать. И, возможно, кто-то, наконец, возьмется устранять недоделки в соципотечном доме, которого молодые семьи так долго ждали и которого теперь так боятся. Взялись коммунальщики за решение проблемы после этого ЧП. Или витражи так и будут падать с верхних этажей на головы людям. Об этом сегодня пойдет речь в программе «Тема». Гости Сергея Шерстнева, жительница дома Венера Баринова и старшая по дому Лилия Шайдулова. Добрый день. Я пришла на программу «Тема». Рассказать о том, что вчера у нас сорвало витраж. Слава богу, никто не пострадал. Но вопрос у нас остается, потому что более 20 квартир оборудованы такими витражами. И на данный момент существует угроза опасности для нас. Глушко-4. На улице Вахитова в колонну машин, стоявших на светофоре, врезалась «Лада-14» модели. Когда люди выбрались из своих разбитых автомобилей, то обнаружили в «Ладе» двоих окровавленных молодых людей. Ноги были в коленку сжаты вот так вот. И когда вот скоро говорят, он зажатый. Я говорю, он то, что он не зажатый. И когда за руки его потянуло, и потом только его вытащили. Несмотря на то, что в случившемся винить было некого, кроме водителя злополучной «Лады», протаранившей всю колонну, стоявшую на светофоре, в первую очередь люди бросились помогать ему и пассажиру, который сидел рядом. Оба сильно пострадали. Я сама, я проработала, я знаю, я его втаскала, и говорю, его можно вытащить. Потом только после этого вытащили. Когда водителя, получившего черепно-мозговую травму и переломы ног, увезли, участники ДТП наконец смогли рассказать инспекторам и спасателям, как произошла авария. Ребята, а это что машина, а? Дай пянули, давай. У него скорость бешеная была, я увидел, он вот так вилял, вот, по дороге. Он даже не пытался тормозить, у него тормозного пути нету даже. Мы почувствовали удар сильный, потому что я пристегнута была, я ударила об стекло с правой стороны. И потом, после этого, мы вышли, остановились. Вот, у него задумилось. Я первым делом вышла. Когда подошли, что там происходило? Один был в крови, один уже лежал. И после этого я подошла, ну, пощупал пульс, он был живой. Там где-то 120 шел, потому что я его в зеркало вижу, что он идет, он даже без фары едет. И хорошо он идет. Я с тормозу ногу убрал, чтобы смещить удар, чтобы машину немножко вперед толкнул, потому что люди сзади сидят. Если бы я на тормозе держал бы, впоследствии были бы хуже. Я просто ногу с тормоза убрал дома, фиксирую я всех, ну, по крайней мере, хоть целые останутся люди. В итоге в «Опеле» пострадал лишь один пассажир, мальчик, сидевший сзади. Он получил неопасную травму, и от госпитализации родители отказались. Теперь участникам остается ждать решения страховой компании о порядке выплат пострадавшим. Ведь показка оказалась застрахована лишь одна из машин. Сама же «девятка», можно сказать, погибла. И врачи не исключают, что та же самая участь может постигнуть и человека, сидевшего за ее рулем. В доме на улице «Вторая Газовая» пожарные уже в третий раз за этот год тушили квартиру на пятом этаже. Уточняя, кому принадлежит жилье, спасатели МЧС выяснили удивительную вещь. Жилплощадь оказалась бесхозной на двери и не оказалось даже замка. А сегодня там кто-то был, там, чтобы 11 топали. То, что заполыхавшее сегодня ночью жилище используется как притон всеми, кому не лень, ясно даже по обстановке. Замка на двери нет, внутри полный бардак и куча мусора. И соседствовать с таким местом людям приходится уже на протяжении полугода. Очевидно, хозяин покинул свою квартиру за ненадобностью. Молодой мальчик, мама купила ему квартиру, ему, наверное, лет 19. Он, видно, такой непутевый, что мама сказала, вот тебе, сынок, квартира и живи. А сам он здесь уже не живет. А где, считай, что чечет? Лютру только успел снять. Потому что все, ну, считай, замыкал утра, лютру отсоединил, короче, убрал, а вот здесь, вот, считай, компьютер стоит, компьютер замыкает. Нас вот в последний раз стопили, пожар был в конце апреля месяца. Здесь такой притон был, да? Человек 30 я отсюда выгнала. То, что квартира быстро стала притоном, неудивительно. Жилья не хватает всем, в том числе и любителям выпить. Обидно, что квартира не помешала бы и многим порядочным людям. То есть, получается, квартира вроде как ничья. Получается ничья. Бесхозно. Бесхозно, никому не нужна. Люди уже здесь, нет, вот квартира пропадает. А участковый никак не реагирует. Ладно, я знаю, ладно, я это, ладно, я займусь, а вот скины не там. Ну, хоть бы он как-то заклотил, что ли, эту дверь, или как-то ходил, что-то проверял. Те представители оперативных служб, что побывали на месте, неофициально посоветовали жильцам скинуться и вовсе заварить металлическую дверь в этот притон. Вероятно, только и это отчаявшимся жильцам дома по улице Газовая и остается сделать. На трассе «Казань-Мамлыш» произошло ДТП, в котором пострадал один человек. И хотя проблем с формальным определением виновника не возникло, и один из водителей признал свою вину, по словам местных жителей, в этом месте есть еще один немаловажный фактор, который постоянно провоцирует авария. Давай, давай. Тормоза наши. Там надо полк вот этот серийный. После удара сильнее всего оказалась повреждена «Лада-14» модели. Пострадал и ее хозяин, ударившийся о лобовое стекло, но в больницу он не поехал. Решил остаться на месте, чтобы как-то доставить свой автомобиль в родную деревню. Все, дергай его. Все, плесло, а ты виселся на этом. На поворот он пошел, но дай его «Некс» налево. Я по правой полосе ехал. «Нексия», которая поворачивала в условиях недостаточной видимости, тоже получила значительные повреждения, но ее водители-пассажиры остались невредимы. Ну, его ж не виняло, он не уступил мне дорогу. Ну, согласен. Конечно. На этом участке федеральной дороги, которая проходит через высокую гору, максимальная скорость ограничена в этом месте 50 километрами в час. Однако стоит хотя бы 5 минут постоять у проезжей части, чтобы понять, что большинство автомобилистов этот скоростной режим не соблюдает. Из-за этого и происходит авария. Так и сегодняшнее ДТП могло бы и вовсе не случиться, если бы оба участника ехали не быстрее установленной скорости. Тут не выстояло. Он не увидел меня. То есть не ступила мне дорога, получается. Ну, вот, получил ДТП. Если бы водитель «Лады» ехал, как и положено, со скоростью не более 50 километров в час, то он успел бы затормозить, несмотря на неожиданный маневр «Нексии». Так что часть ответственности лежит и на формально невиновном водителе. Неудачное место для парковки выбрал автомобилист на улице Чуйкова. Остановившись в крайнем правом ряду, он решил выяснить, что случилось с его машиной. И тут же в заднюю часть автомобиля врезалась ехавшая сзади десятка. Теперь водитель 14-й наверняка сожалеет, что остановился в столь неподходящем месте, где стоянка, кстати, запрещена правилами. Однако в момент, когда машина забарахлила, он об этом не задумался. Я просто ехал, и его машина заглох, и я на аварийке встал, мне сзади удары, и все. Едва 14-й остановилась, ее водитель даже не успел выйти из салона, как в ее заднюю часть влетела десятка. Мужчина, который управлял ей, отвлекся от дороги всего на секунду. Девушка поцарапалась о лобовое стекло. Вероятно, она не была пристегнута, и потому ее с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу. Виновным, вероятно, будет признан водитель десятки, не выбравший безопасную дистанцию при движении. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось.